что нужно для того чтобы зарабатывать сейчас много денег надо просто открыть в россии китайную контору а именно помощь получение кредитов все женщина только что подписала договор по свежаку парк я стал кто брал и спрашивает тебя первый ролик про этот тип развода в оффлайне и сейчас вы узнаете всю эту схему изнутри мы сходим кидау в офис вычислим и разоблачим их руководство и вы узнаете насколько это все законно это евгей сейчас будет интерес наступило золотое время для мошенников которые обещают помощь в кредите россияне набрали кредитов на 27 триллионов рублей банки в шоке мало кому сейчас кредита одобряют цены растут машины не заводится параллельный импорт ограничивается как жить есть тысячи сотни тысяч нуждающихся людей кому-то надо деньги на жилье кому-то на операции помните вот в этом вот ролике вообще мужчина готов был все что угодно сделать дай ему нож только а этого мужчину вообще раскрутили на 300 тысяч обещали что он вот-вот получит кредит а он не получил вообще ничего из прошлого похода в контору мы узнали что сотрудникам той фирмы путин дает квартиры почему так происходит смотри ролик вот здесь вот со всеми подробностями а сегодня еврей пострадавшая девушка евгений минулин с телевидения и наша юристка алена пошли в гости кидалом чем именно зарабатывают и попробуем вернуть себе все то что они вытянули обманом если есть вообще в этом какой-то обман вот девушку веронику кинули наверняка кинули если вас кинули мы идем к вам вот такой толпой юрист журналист ну вот опять они звонят из своих банков то ли каких-то контор хотят предложить свои услуги кредиты вот именно из такого звонка наша сегодняшняя пострадавшая и узнала что есть конторы где точно помогут ей нигде не давали кри да господи что такое то как это отключить приложение блокировщики таких звонков не всегда справляются что я уж лучше напишу свое чтобы уж наверняка работала как надо еще и буду на нем зарабатывать сделаю так чтобы звонок блокировался а потом в телегу приходила от бота информация про этот номер типа кто откуда звонил вот только как это сделать потом можно написать на любом языке программирования но самым популярным считается пайтон ну вот и появился наконец-таки повод выучить этого питона у него там полно всяких библиотек и готовых решений а ну вот кстати и курс еще какой то есть профессия пайтон разработчик от продукт стар интересно чем там такое предлагает курс создали опытные разработчики из amazon яндекса и других крупных компаний так программу обучения подстраивают под вас и подбирают личного ментора наставника он не только домашки проверяет но и помогает сделать проект для портфолио там сайты линейная сеть мотивирует и помогает преодолеть все сложности в общем полностью отвечает за ваш успех это вот мне уже нравится то без тренера мотиватора это будет история как с абонементом в качалках они же кстати на работу устроит карьерный центр продукт стар отправит вас на стажировку в компании партнере чтобы вы получили первый опыт затем подбирает вакансии под ваши интересы поможет пройти собеседование даже на испытательный срок не сможете найти работу вернуть деньги тут как бы все честно в общем предложение заманчивые рисков нет знаете но для меня тут единственный риск это забить и не попробовать поэтому давайте вместе со мной оставляйте заявку по ссылке в описании или qr-коду а для вас еще я попросил у друзей из продукт старт промокод его г по нему скидка 50 процентов и два курса в подарок заходим банк эта контора куда пошли ребята называется открытие капитал очень похоже на банк открытие да и цвет у них такой живут гада мимикрируют ведь и вот просто посмотрите на реакцию сотрудницы открытие капитал здравствуйте вот и все да да вот и все вот так вот разве будет встречать нормальная контора посетителей как думаете девушка убежала цикл вот он получается есть менструальный цикл есть финансовый цикл как планируют они шутки конечно плоские но куда более плоский вот эти вот таблички висящие в офисе вы только вглядитесь и подумайте если какой-то смысл у этого офисе конторы которая оказывает помощь получение кредита тут тут вообще какой то есть смысл нет ну ладно если он относится не конторе так хоть к финансам в общем то как вам вот это вот соседняя табличка преимущество блин визуальных графиков нахрена но тут висит открытие капитал что ли изобрели эти визуальные графики да они как будто распечатали просто рандомную картинку и повесили ее какой-то учебный класс по информатике ну реально если вздуматься это какой-то бред вообще это просто для вида здравствуйте и чё камеры нужно разрешение мы вас предупреждаем о том что ведется съемка пользуемся статью 29 конституции и снимаем документ показать что мы снимаем выходит такая да не здравствуйте ничего с ней здороваются она отворачивается еще и вопросами встречать и опять и опять убежали общественное место люди приходят сюда вот это банк это халупа да с нет это получается открытие что ли дались это филиал вот такой вот такой вот такой скромный филиал такие шепчутся ой что делать сми пришли ой они же показывают нас ребята пришли сюда в первый раз и они вообще думали что вот это вот банк сама пострадавшая тоже так считала она решила интервью не давать стесняется поэтому я вам вкратце расскажу что с ней произошло за месяц до этих событий она по она оставляла везде заявок на то что ей надо получить кредит черт знает где вообще оставила и вот ей позвонили и сказали что кредит одобрен приходите оформляться в офис но она орел подумала что это банк не просто так ведь они сделали такое название да себе в конторе и сказали что все окей надо только оплатить справку из бюро кредитных историй из налоговой от приставов и ну типа что у нее нет долгов она заплатила за справки 21 с половиной тысячи причем просто вот на банковскую карту перевела потом ее послали в скб банк что в екатеринбурге в самом центре типа у них там есть свой человечек только талончик возьмите и на фото пришлите человечек там подойдет в общем она приходит берет талончик фото отправляет но в кредите ей отказывают еще и говорят что в банке не может быть ни с кем вот такой вот устной договоренности она идет назад в контору пишет там отказные заявления на возврат а ей предлагают еще одну схему типа у нас есть другой человечек в другом банке кредитную карту там могут оформить но за это тоже надо будет заплатить но у нее тупо денег уже не оказалось а так бы она отдала серьезно она потом снова писала претензии но ей просто не отвечали игнорили и вот они теперь тут спорят с этой женщиной которая не представилась вот тебе ни здрасте не до свидания разрешение которое нам дала конституция я сейчас разговаривала с адвокатом во первых я не хочу давать никаких давайте адвокат вам конституцию показали я сейчас разговариваю я никаких комментариев не собираюсь давать руководителя руководителя читайте вызывайте полицию вызывайте полицию мы не вредим вот девушка Вероника она считает что вы ее обманули у нас это все доказано мы вас объявляем полицию вызывайте полицию вы не находитесь в вашей собственности да что вы говорите это общественное место мы имеем право вы не вредим вы говорите что вы бандите вызывайте полицию мы не будем никуда мы не вынесли вызывайте полицию женщина подписывает сейчас договор и вам платит деньги услуги которые не будут указаны я звоню в участку вообще пофиг заодно напишем заявление на вашу макшеническую схему и прокуратуру давай давай кто бабки брал на свой личный счет у этой девушки деньги были переведены бабки бабки я сказал кто блять брал я спрашиваю тебя слышь ты иди сюда иди сюда выходи барыга убежали смотри что суд на ляжке так вот давай сейчас с ноги тебе в дверь ты ебнул выйдешь красотка женщина что вы закончили нет мы что-то ждем выходите молодой человек общаться хотим не заключайте вот потерпевшая девушка что он деньги брал Дмитрий Сергеевич он деньги брал у меня денег так и не пришло деньги получил мне пришло письмо вы сказали что через 1-2 дня мне придут 20 дня 400 потому что я и получила почему девушка утверждает что вы ее обманули деньги взяли я ведь заняла Дмитрий Сергеевич я же вам поверила Дмитрий Сергеевич почему так получилось вы не убеждали что я получу сейчас заплачу вам такс 1-400 потом сразу за телефон Дима за телефон деньги переводить решил обратно сразу я ничего не собрался переводить есть юроделы юроделы рассматривают в смысле вы же деньги брали мне нужны деньги я долгар какой юродел в Белгороде Дмитрий Сергеевич вы же убеждали что я пойду и получу но я не розжаю этих денег в письме что указано хотите почитать вы прекрасно знаете что указано вообще она уже там указана но почему так то происходит я не знаю потому что ратами занимается юродел я занимаюсь вашего ратами где где юродел в Белгороде я в Белгорода должна ехать ну я же вам деньги заплатила Дмитрий Сергеевич Денежные средства поступают на расчетный счет. Какой расчетный счет, Дмитрий Сергеевич? Ну не врите, пожалуйста. Ну сказали бы мне правду. Так, я говорю... Денежные средства человеку возвращайте. Я не получила. У меня долги, понимаете? Я в долгах. Так, вы рекламируетесь, что у вас можно получить кредиты людям, которым в банке не дают кредиты, так? Вы здесь даете кредиты? Тебя спрашивают, кто пошел? Тебя спрашивают, слышишь? Молодителя своего заведения... Ты что не откладываешь? Ты что толкаешь? Ты что меня толкаешь? Эй, черт, блядь! Чем я толкаешь? Ты что меня толкаешь? Сейчас они тебя спрашивают. Тебя спрашивают. Отвечайте. Я вызываю полицию. Деньги возвращайте. Какой ужас. Возвращайте. Руководителя. Какой его отдел? Давай директора сюда. Нормальный. Руководитель. Деньги верните мои. О, еще одна девушка. Деньги забрали у вас? Поплатила наличные только что 23 100 рублей. Сколько? 23 100. А что вам за эти деньги обещали? 400 тысяч кредитов хотела взять. Вам обещали дать кредит здесь? Да. А теперь отправили меня на Куйбышево 75. Вы сюда перечисляли? Я никуда не перечисляла. Я наличкой сдавала. Вот сюда я перечислила. Сколько здесь деньги? А Куйбышево это в какой-то банк вас отправили? Синара банк. В Синара банк отправили. А в рекламе вы читали, что вы здесь можете получить? Да, здесь. Она мне сказала, что в течение 20 минут вы здесь получите. Ну, если душно, Дима, если не будет. Дайте мне договор, второй экземпляр. Дайте мне договор, второй экземпляр. Дима не общается с нами. Не хочет общаться. Сразу за телефоны, сразу куда-то звонят. За эти 21-23 тысячи какие вы услуги представляете? Можете сказать? Вы не можете. За что деньги доберете? Вы же продаете услугу. Вы продаете услугу, и вы не можете назвать, что это за услуги. Вы собираете личные данные. У вас есть разрешение на сбор личных данных? Клиент подписывает. На хранилие личных данных у вас есть? Клиент подписывает разрешение на сбор вами. На хранение. Есть у вас разрешение? Что такое? Он не успел действовать. Что такое? У вас тоже самое? Нет, он пришел. Вы пришли. Зачем? За кредитом. Я пришел, они к Абракюсу, они мне сказали, что она заплатит 37 тысяч. За одобрение кредита. 37? 37? За одобрение кредита где? Здесь, в каком-то банке? Здесь они хотели дать вам кредит? Да, да, да. Как зовут этого менеджера? Яна. Яна вам сказала, что вы получите кредит? Да, да, да. Можете это проговорить? Яна сказала, что я получу кредит, когда принесу 37 тысяч. Скоро скинулась эта таща. Какой величины кредит вы хотели получить? Миллион. Миллион. Миллион рублей. А в банках не дают? Мужчина это так ничего и не отдал. Я скажу, что ему очень повезло. Ведь конторка-то весьма подозрительная. Вот папочка у них на полке совсем пустая. Бумажки пустые лежат. Глобус до раскраски. Прям вот не похоже, что они тут давно находятся. И в прошлом году это помещение вообще сдавалось. И ни на одних картах, ни в Яндексе, ни в Гугле, ни даже в 2GIS нет этой организации. Они очень подозрительные. Они похожи на фирму однодневных. Это что? Это подсобочка? Хоскомната. Здесь типа обедают. Фу, как воняет. Что же запах? Запах, да. Помовечки. Тухлятин. Здесь вообще все протухло. Вот они протухли. И мозги их тоже протухли. Что вас так воняет в кабинете соседнего? Что-то протухло. Я чуть не блеванул. Ну что, ваши тухли? Вот это анкета, которую заполняют клиенты на входе. Там надо заполнить фил, номер телефона, судимости, образование и прочее. Ну, приличный такой перечень персональных данных. И что, как думаете, законен ли вот этот вот сбор? Пострадавшая дала нам свой договор, где я взял данные этой шарашки. И на сайте Роскомнадзора их пробил по базе операторов персональных данных. Ну, это те, кто обрабатывает персональные данные. Вот такие вот, они просто обязаны там быть. Иначе... И что, смотрите, записи не найдено, их там нет. Фирмочка не зарегистрирована, как сборщик данных. Однако, она их собирает. Еще и какие данные? Они там вообще, походу, всю жизнь хотят узнать, судя по анкете. Ну ладно, мы еще дальше будем их пробивать. Тут, похоже, намечается расторжение свежеподписанного договорчика. Вас позвали зачем-то? Да, я не знаю, зачем только, мы позвали. Сколько у нас там? 23 стола. 23 стола. Может, претензии писать позвали? Никаких не надо писать, претензии возвращать. 10 дней ждите. Ну, он сейчас. Наверное, так. Я не уйду отсюда без денег. Я им дала наличка, они у них тут. Все, все, тогда давайте без паники. Без паники. Без паники, Дмитрий. Детензия, да. Сейчас сделайте возврат, как будто ничего и не было. Возвращайте деньги, мы 10 дней ждать не будем отсюда. Я отсюда не уйду без денег. Давайте без паники. Вам-то уже должно быть отказ с вашей истерикой. Так, фамильный целовек. Вы сами нарушаете условия для... За неоказанную услугу денежки возвращайте. У вас договоре написано, знаете что? У нас договоре написано, что если вы устраиваете скандалы... Я вам дескандал сейчас? Я вам дескандал сейчас? Дмитрий? Ну вот, женщина только что подписала договор прям по совершенству. Все, расторжение идет. Деньги-то выносительные. Вам вообще не стремно? Вас какой-нибудь подкараулит из потерпевших за углом? Вам вообще не боитесь вот этого? Это угроза? Люди кончены, люди с ума сходят. Нет, это были. Как-то то, что нету для друзей... Ну, пришло в шуковь. Здравствуйте. 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 В чем проблема? Вы руководитель или нельзя? Да, я исправляю. А, вы управляете? Кокосово. Что происходит? Спектакль происходит опять-таки? Деньги, мы пришли просто за деньгами. Что я? Что ты говоришь? Он угрожал. Я слышала угрожала. Что еще раз? Прошите, пожалуйста, что я же рассказала? Что вы сейчас сказали? А вы не конченые что ли? Вы обманываете людей. Вы видите, что вы обманываете людей. Мы поговорим с вами. Вот именно человек оскорблял данного человека, выведите его, он неадекватно велся. Мы по камерам можем доказать, что этот человек неадекватно велся. Я как управляющий говорю, выведите его. Покажите документ, чтобы управлять. Документ. Документ. Деньги, возврат делайте женщине. Не только что у нее брали деньги. Возврат делайте. Что-то ты чепуха, что-то такое, что мою жену. Какие-то угрозы мне еще, слышали? Какие-то угрозы мне еще, типа, ты что мою жену оскорбил, ты слышишь, ты чепуха. Вот такие слова, даже на ушко мне шепнули. А интересненько оказывается, этот человек назывался тут управляющим, но чем он управляет-то по факту? Если поискать контору с вывески, а именно открытие капитал, то Google выдает, что это официально зарегистрированная торговая марка банка открытия. Однако сама контора называется ООО «Инфокапитал», зарегистрирована аж в Белгородской области целых 4 месяца назад. И занимается она брокерской деятельностью с ценными бумагами, а еще предоставляет всякие информационные услуги. И все это зарегистрировано на некого Алапенко Данилу, которому сейчас всего 21 год. А этот челик, что пришел с Чопом, это не он, это Максим Черников, настоящий патриот. А это и правда его жена за кассой сидит, и вот они оба на аватарке есть. Они, видать, приехали в Екатеринбург на заработки совсем недавно. Женились, походу, в Высоцком. Это, кстати, самый пафосный ресторан в городе. А что такое в Белгороде-то случилось, патриот, а? Что ты аж убежал на Урал наших тут земляков разводить, а? Бандит. Это, кстати, его фотка со старой страницы ВК. Говорят, он бывший штукатуротделочник. А он сейчас этого лохов отделывает, видать. Сменил немного направление своей деятельности. У нас камера есть. Да снимешься, да улыбаешься, живой. Камера, он видит, вы снимаете. Я снимаю, кто-то из-за звука. Посмотри, как ты себе будешь разговаривать. Молю. Улыбаешься. А то камеру тут все включил, ты бы смел бы до этого как-то разговаривал. У нас есть, мы предоставим. И вот туда же, туда ты выложил, мы туда добавим это видео. Пускай видят какой-то вид. За камеру. Хорошо. Хорошо. Челик, походу, никогда в судах не бывал. Он не знает, как там все работает. Желче только, блин, может плеваться. Кстати, я ничего из слов еврея не вырезал. Что они там за оскорбление посчитали, я даже не знаю. Но с другой стороны, им же надо хоть до чего-то там докопаться. Вот и докопались. Подписка. Я сейчас на ушко шипнул мне. Какие-то угрозы много до человеку. Ваш паспорт. Он не обязан вам паспорт. Я не обязан паспорт. Доверенность на кого? Доверенность на кого? Доверенность на кого? Я не обязан паспорт. Сейчас приедет полиция и покажет. Бади бог. Максим, скажите, пожалуйста, смотрите. Я с вами не обязан. Я не хочу. А полиция трубки не берет у нас. Смотрите, у вас в рекламе предоставление кредитов. Уже три человека подтвердили, что пришли сюда за кредитами. Какой кредит? То, что вы там надумали себе, то это ваше право. Договор читайте внимательно. В рекламе у вас есть информация о предоставлении кредитов? Нет. У нас реклама нет. У вас нет рекламы? Нет рекламы. Хорошо. Людям звонят и приглашают сюда за кредитами. Это не реклама? Это не реклама. А что это? Они сами оставляют заявки. Они сами в этом нуждаются. Они не знают о существовании вашей компании. Они оставляют заявки в банки. Мы доставляем информационные услуги, не более того. Хорошо. Договор почитайте с законом. Хорошо. Информационные услуги. Услуги оказались. Хорошо, понял. Скажите, пожалуйста, у вас есть разрешение о хранении персональных данных? По федеральному закону вы имеете право хранить персональные данные? Конечно, храните. Вы их собираете? Где? Вы собираете персональные данные? А вы покажите? То есть не собираете? Собираю. В чем состоят ваши информационные услуги тогда? Скажите, в чем информационные услуги, если вы не собираете персональные данные? По охрану меняемая у нас. Как понимаете, за все время разговор ни на сколько не продвинулся, тупо они выгоняли всех присутствующих и не хотели вообще ничего слушать, никаких претензий. Все стояли, ждали вызванную уже как час полицию, но она и не собиралась ехать, да и если бы и приехала, то ничего бы не решилось, мы-то уж с вами знаем. Женщину, которую застали за подписанием договора, решили рассчитать и вернуть деньги, так вы смотрите, насколько она им не доверяет, что даже проверяет купюры на подлинность. Не хотите, не берите деньги? Я вам сейчас вашу буду купюры искать, не вашу купюру. Вот вам сумма 20. Слежа, проверяйте. Деньги взяли? Проверяйте, господи. Он мне тоже не взял. Ты опять на слова веришь? Он тебе тоже не взял. Да нет, у нас за второй месяц мучается. Верните сегодня ей деньги и мы уйдем отсюда и все. Сегодня, постарайтесь, вы же можете это сделать. Я тоже, извиняюсь, вам тоже меня поменял, у меня ребенок, у меня все, у меня там, видите, у меня один мужчина бросил. Нет, бросил космос по деньгам, не пенял, а по деньгам. Сейчас, я проговорю, что вы не расстраиваете, подождите, подождите. Он пошел по телефону обсудить с Белгородом возможность возврата денег, что по идее маловероятно, ведь они отказывают на основании пункта 8.3 своего договора, а знаете, что там написано? Исполнитель вправе расторгнуть договор, если заказчик будет высказываться по телефону или лично о возможном применении в отношении сотрудников противоправных действий физического или материального характера. Это что такое за пункт интересный, а? У них, видать, далеко уже не первый случай такой, когда недовольные клиенты приходят, да? Вы вообще видали такой пункт где-то? Я впервые такое вижу. И еще пункт один есть у них, где написано, заказчик обязан строго соблюдать правила внутреннего порядка, находясь в офисе. Клиенту строго запрещено появляться в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае, если клиент ведет себя агрессивно по отношению к работникам-исполнителям. Мыши решили защитить себя со всех сторон. Чего в касках для красоты наняли, которые ничего поделать-то не могут, только вывезти там особо буйных клиентов на улицу, ну максимум. И, видимо, прецеденты у них уже были. И вы заметили, что все пострадавшие говорят как один, что им вот тут вот обещали дать кредит. Но по факту в договорчике написано, что они только предоставляют информацию и не более. Ну и еще письменное экспертное заключение, которое способно повлиять на результат заключения кредитного договора. Это вот типичные информационные услуги, они обещают на словах одно, а на бумаге-то написано совсем другое. Поэтому он говорит, что читайте договор, это вы все надумали. Договор почитать, информационные услуги, не более того. Договорчик на самом деле очень колхозно исполнил. Вот, например, написано, что он заключен в соответствии с федеральным законом о бытовом подряде, которого вообще не существует. В графике платежей по договору вообще написано, что они оказывают правовые услуги. Хотя это не юридическая контора, и они таких услуг не оказывают. И вот результаты их работы. Это список оказанных услуг. Как по мне, тут одна вода. Как, знаете, ПК-мастера пишут, вот, лишь бы что-то написать, вот, то же самое. Табличка еще есть с несколькими вопросами, ответы на которые берут из НБКИ и бесплатных госсайтов по проверке долгов. Еще дают вот такой вот подсчет вероятности получения кредита, и все. Вот за вот эту вот бумажку женщина 21 заплатила, другие люди еще больше платили. Понимаете теперь саму суть скама? Бывший штукатур Максим со своей девушкой Алиной и 21-летней Данила зарегали ООО «Инфокапитал» в Белгороде. Сбежали в ЕКБ и повесили вывеску «Открытие капитал» в цветах и дизайне банка «Открытие». И покупают номера людей, желающих оформить кредит. Встречают их в простеньком офисе с табличкой о преимуществах визуальных графиков. Обещают на словах выдать кредит, заключают договоры в информационных услугах, берут денежки и отправляют людей в банк получать кредит, типа у них там свой человечек. А там уже в банке как повезет, дадут человеку кредит или нет, но если не дают и кто возвращается в гневе назад, для этого у них есть ГБР в касках и пара пунктов в договоре, на основании которых они имеют право не возвращать деньги. Профит! И они, кстати, даже в курсе про ЕВГ и про то, что творилось в автосалоне «Золотая миля» этой зимой. Там была такая ситуация. Там точно была другая ситуация, и я не могу быть уверена, чтобы не сделать со мной так. Я же вам извинился, как бы вот и... Это просто эмоции. Я вас услышал, все понятно. Возвращение мне больше не нужно. А салоны, это там реальник. Что сейчас происходит? Прекомментируйте, пожалуйста. Ну, мне сейчас будет делать возврат денег. Мирно договорились, Максим очень добрый, хороший руководитель, как человек, не руководитель, как человек. Он меня услышал, делают мне возврат. Я претензий никаких не имею. Все. Спасибо вам большое. Я приношу извинения людям, которым сейчас я десням, может, мы испортили настроение или еще что-то. Лично я. Да. А почему вы решили расторгнуть договор? Почему вы решили? Ну, вернуть деньги. А она решила за что-то еще и извиниться. Но, видать, за то, что ей пришлось приводить с собой блогеров и СМИ, чтобы вернуть назад деньги, которые она отдала, будучи введенным в заблуждение. Да, мол, извините, что я попросила назад свое. У меня претензий к вам никаких нет. Моя вообще хата с краю. Я тут ни при чем. Не снимайте меня. Давайте это не будем записывать. У меня... А я всем довольна. Ну, здрасте, блядь. Я вообще в шоке с таких людей. И она только получила свое, так сразу все-все-все, претензий нет, все устраивает. А фигня так-то, что тебя туда... Ты пришла с толпой, и только благодаря вот этой толпе, вот этому всему, ты получила свое. Все, пришли. Спасибо большое. Спасибо. Все, я претензий никаких не имею. Приношу свои... Да, вот эту пострадавшую Веронюку просто поймали на ошибки. Она не соотнесла то, что ей пообещали по телефону, то, что ей сказали в офисе. Она это все не соотнесла с тем, что написано, а поверила на слово. Ну, вот и попалась. Ну, ладно, она вот. А что делать-то? С этой конторой будем дальше, а? На самом деле, там дальше было написано заявление, и полиция даже проводила проверку в конторе. Допрашивала там всех, и вот результат. Уголовного дела не будет. Вопрос можно рассмотреть в суде, как гражданское правовое. А суды у нас смотрят только на договорчики. А в договорчике все гладко написано. Что было сделано, то вот как бы оно сделано, тут же на следующей страничке. А что обещали на словах, ну, тут уж извиняете, не записано, значит, не было. Так вот это и работает. В первую очередь, надо читать договор и соотносить все то, что тебе говорят, и что написано на бумажке. Искать различия и докапываться до каждого слова. А если что-то не понимаешь, то лучше найми юриста. Там, вон, нашей Алены Холнозаровой я оставлю телефон в описании. Там, напишите, договоритесь. И все, это, блин, ну, это просто база. За что ты подписываешься, за что ты подписался, за то тебе и отвечать. Ребята, перед Максимом, перед дедушкой, это все эмоции. Вот мы. Перед Дмитрием. А? Перед Дмитрием. Это у нас это нормально все, с Дмитрием. Это уже есть. Вот такой получается у нас финал. Давайте не будем лишать. Нет, Вероника, будем. Мы обязательно об этом будем рассказывать. Это будем рассказывать. Люди другие не попали. Конечно, чтобы люди знали про это. Походу получился эмоциональным, ярким. Качественно. И прям удалось даже, предотвратить удалось как бы описание других еще людей. Я думаю, у вас, ребята, все будет велично. Поздравляю вас с началом лета. И не попадайтесь вот этим вот прохиндеем. А не то, а не то, что я зря, что ли, вот это все делаю? Давайте. Всем пока. Всем пока.